Музыка Ранней весной цветник, конечно, очень красив. Крокусы, гиацинты, тюльпаны, нарциссы, всё цветёт. Но после того, как они заканчивают своё цветение, приобретают не очень приятный вид, и, конечно, участок после весенних цветов оголяется, становится некрасивым, я предлагаю такое решение. Можно купить, можно самим вырастить рассаду и вот так прямо в горшочках посадить. Почему в горшочках? Осенью эти горшочки можно спокойно вытянуть и занести к себе в дом. Газание будет ещё долго-долго радовать своим внешним видом, а на следующий год уже можно будет посадить опять в этих же горшочках и опять для красоты наших участков. Вот такой маленький акцентик. Кстати, здесь я показываю, петунию посадила, обломались кусочки, и я укоренила их, и вот рядышком с большим горшком петунии растёт маленький. Вы видите, что я вровень с землёй установила эти горшочки, и сейчас увидите, что я всё это украшу шишками. Ох, и нравятся же мне шишки. Бесплатный природный материал, красивый. А если вокруг опять посадить цветы, то не будет видно акцента этих красивых газаний. Газание или африканская ромашка очень любима мною до самых морозов и украшает, и всё лето она цветёт. Обычно я собирала семена, сажала. Я сейчас посадила недавно, но растёт очень медленно. Эту же газанию я купила. Посаженные вот так в горшочки растения. Здесь у меня четыре горшочка газании. Три похожие, но постепенно-постепенно они придут в себя. И вот там дальше петуния. Петуния выросла сама у меня в горшочке, в оранжерейке моей. Поэтому я дала ей второй шанс. И вот посмотрите, посаженные в конце весны в горшочке растения будут всё лето радовать глаз, а осенью я их возьму в дом. Ну, петунию, конечно, нет, а вот газанию стоит. И здесь у меня, у входа в цветник, в наш сад, конечно, образовался красивый уголок. Здесь и гейхеры. К сожалению, из четырёх купленных ранее сохранилось только две. И, видимо, место им не очень подходит. Вот там дальше, видите, гейхеру. Она роскошно выглядит. Но это самая простая гейхера. А вот эти две, конечно, они шикарны, особенно это с красными листьями. Ну и вот, видите, что такой маленький участочек при входе, облагороженный и оформленный и для красоты, и для мульчирования, для сохранения влаги. У нас в Молдове очень жарко летом. Приобрёл интересный акцент. А по краю, как бордюрное растение, у меня очень красивый лук. И с середины июля он уже будет цвести и формировать такую оленьку. Ну, а там дальше у меня на горочке такой импровизированной, среди бересклета форчуна находится алисум скальный. Про алисум скальный у меня есть фильм. Но, если честно, не очень я довольна. Ждёшь два года, чтобы он расцвёл. Цветёт недели полторы. И потом опять вот эти листья. Я убрала все семена, все отсветшие. Очень надеюсь, что он даст ещё одно цветение. Но если это произойдёт, я, конечно, сниму об этом фильм. И уже не первый раз я обращаю внимание любителей растений, любителей цветников. Обязательно надо иметь многолетние цветы. Они делают основной акцент. Вот, допустим, хвойники всю зиму, лето украшают. А лиственные, конечно, даёт украшение только летом. Но делать небольшие акцентики, вот как здесь вскоре газание расцветёт, и надеюсь, что и петуния будет здесь красоваться. Можно, конечно, убрать вот этот кустик, но я не буду. Он тоже придаёт какую-то декоративность. Возможно, вы узнали, это травянистый пион. Это древовидный пион. Он очень быстро отцветает. Цвёл буквально дней шесть, но красивыми крупными малиновыми цветами. Можете посмотреть фильм. Ну, а шишки, конечно, это особая красота. И главное, что бесплатно. Никаких хлопот. Вышел, погулял, собрал, принёс и украсил. Надеюсь, что информация вам пригодится. И, конечно, если пригодится, ставьте лайк. С вами была видеоблогер Екатерина Шнепко, Молдова, Горякова. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok